Добрый день! У меня в руках необычная книга, автор, протодекон, отец Николай. Он сегодня у нас в студии. Здравствуйте! Добрый день! Благодаря этой книге мы познакомились. 5 марта отцу Николаю исполнилось 90 лет. Поздравляем вас! Ну и, наверное, интересно как-то поговорить о вашей жизни. Тем более такой факт удивительнейший, что через 10 лет после войны вы пришли к Богу, к вере. Начали служить в храме, оставив посты на коммунистической службе. Ну, родился я в семье, так сказать, русской интеллигенции. Отец мой, поручик Леви-гвардии финляндского полка. Дед мой, командор роты подпревной. Ну, а вот крестик, то есть на нательное время войны вы носили или как бы... К сожалению, нет. А вот как это вот произошло? То есть вот коммунист, молодой человек, комсомолец. И вот как такое вот неожиданно пошла перемена, что вы решили жизнь свою, ну, правильную жизнь полностью поменять? Было закрытое решение 20-го сферта партии. Письмо было закрытое. Я его читал как раз молодежи, комсомолец. Понимаете, помню это письмо. Меня поразила страшная кровь. Какой-то там Хрущев, Ханягил, я терпеть его не могу. Он скрыл страшные злодеяния Сталина. Поэтому сразу началось думать, таким путем, такими жертвами строить новое счастливое общество. А я читал много. Я читал Достоевского. Мне поразила одна, я помню, фраза, что если в вашем будущем обществе будет хотя бы одна слеза невиданного младенца, оно рухнет. А тут море крови. А когда я приехал в Якутию, мне рассказали страшные вещи. Приходил в 30-е годы эшелон с раскулаченными. Открывали дверь полвагона мертвых. Тут же хоронили у насыпи. Это были крестьяне. Крестьяне. Не окинь там, понимаете, класс эксплуататорский, а крестьяне. И они все, а кто остался жив, они получили паспорта в 58-59 году. Они были бесправны, они были, люди жили там, как зэки. Вот это началось мое шатание. Потом, значит, я ознакомился с христианством. И я был потрясен и опьянен от счастья. Я понял, что есть справедливость. Что она существует. Что есть правда, есть любовь, и есть зло, и есть добро. Понятия метафизические за пределами нашего сознания. Но которые реальны. Которые реально действуют в истории. Вот мы сегодня с вами смотрим, что получилось с коммунизмом. Рухнуло все. Все рухнуло. Там идеи нали. Там все вроде бы по идее. Некоторые идеи как бы уворованы у христианства. Взятые, они такие общечеловеческие. Но они несуществимы. Потому что, где над законом доминирует идеология, там будет не принято преступление. Возьмите, пожалуйста, фашизм. Там идеология. Какая идеология? Нации. Остальные все не встали. И сколько там крови? То же самое коммунистическая идеология. Сколько крови? Даже пусть будут тысячи, пусть не миллионы. А во имя чего? Вот даже царская семья убита. С детишками. Во имя чего? Во имя будущего. Я понял, что только в христианстве спасение человека. Потому что мы гости на этой земле. Мы проходим экзамен. И Господь будет судить на того, как мы себя вели. Если мы руководствуемся только теорией, даже христианской, мы будем наказаны. Почему я стал христианским? Я пришел в себя. Что такое жизнь? Почему столько крови? Почему? Вот такое. Это прийти в себя. А где спасение? Это призывающая благодать. Потом оправдывающая благодать. Придев в себя, понял, что есть отец. Любящий отец. Значит, надо просить от него прощения. Что он просил? Бодного сына. Ну вот, если бы у вас была сейчас такая вот неограниченная власть, как у Путина. Что бы вы, какие бы вы, может быть, сделали бы, ну, движения, может быть. Ну, первое дело, я бы разогнал в Министерство культуры и просвещения. И поставил православных людей. Это, кстати, разрушает нашу страну. Уродует молодежь. Вот профессор Троицкий, такой замечательный есть филолог, он блестящий, уничтожается русский человек. Духовно, сознательно. С 90-х годов в школе, в вузах. Изгоняется культура русского языка, культура речи, культура истории, искажается история. Такой же Мединский. Когда он говорит, что Чапаев патриот, ну, тогда он говорит, белые и красные это патриоты. Ну, возьмите, пожалуйста, Троцкого, возьмите Врангеля, что между ними общего? Какие это патриоты? Троцкий патриот никогда не был, ненавидел Россию, считал его удобрением для будущей революции. Вот тут они со Сталином разошлись. В чем рассаждение Сталина с Лениным? Он Ленина оставлял как знамя, но его идеологию он исправил. Ленинская была идеология при помощи России, ее как костер же здесь, создать мировую революцию. Ограбив русский народ, обобрав монастыри, церкви, все громадные богатства России отдать мировую революцию, интернационалу. Сталин понял, что это все будет пропято и разворовано. А вот надо за счет русского народа построить мировую революцию. Поэтому он был более реален. Кстати, если мы говорим о Ленине, то, что у нас до сих пор мощи Ленина лежат на главной, как вы считаете? Вот сейчас все тут бились насчет Войковской перемены. Я думаю, господи, да зачем здесь Войков? Войков исполнял, он чиновник. До сих пор пока лежат от из-за мощи в Кремле. До сих пор пока у нас проспекты Ленина. Пока у нас площадь области Ленинградская, Свердловская. Пока у нас ничего не будет. Когда мы осудим марсинолизм, как идеологию человека ненавистическую, то тогда мы вылечимся. Спасибо огромное. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был отец Николай. А в руках у меня книга о жизни отца Николая, о его мировоззрении, о его вере, о его дороге к Богу. И советую эту книжку найти, прочитать. И огромное вам спасибо. Спасибо вам большое. Я очень рад буду, если эта книга принесет людям возможность воцерковиться.